Всем привет! Сегодня мы поговорим о недостатках и проблемах домов в Австралии. Сразу же вначале хочу сказать, что речь пойдет о стандартных обычных домах, плюс дома, которые строятся в штате Куинслон, потому что от штата к штату могут какие-то быть различия, но мы конкретно будем рассказывать на своем опыте, потому что мы здесь живем, видели не один дом, пока искали аренду, да и плюс общался я со своими знакомыми друзьями, и вот на этом основании я хочу сделать такое видео. Еще раз хочу сказать, мы будем рассказывать про стандартные дома, мы не берем в расчет дома, которые строятся под заказ, да, вы можете, если у вас все в порядке с финансами, себе построить хоть монолитный бункер, хоть бунгало без стен, это все зависит от того, что вы хотите. Мы будем рассказывать про обычные стандартные дома, которые строятся либо просто на продажу, то есть купи-продай, да, либо строятся, например, там под сдачу и так далее и тому подобное. То есть стандартные дома, в которые стараются не вкладывать огромное количество денег, вот и все. Про это мы сегодня и поговорим, потому что большинство, кто приезжает, арендуют именно такого рода дома, также люди, которые со средним достатком покупают тоже приблизительно такого рода дома. То есть поэтому это для всех, я думаю, будет очень важным видео. Первый недостаток, как по нашему мнению, потому что мы все-таки, хоть мы и жили в Новой Зеландии долгое время, однако, приехав сюда, мы заметили, что намного меньше заборов перед домами. В Новой Зеландии это тоже практиковалось когда-то, но сейчас все больше и больше заборов ставится. И проблема не в том, что люди там хотят закрыться друг от друга, нет, конечно же, потому что идея-то неплохая, чтобы забора спереди не было, что люди открыты друг к другу и ничего вроде не происходит, однако, к сожалению, криминальная обстановка в стране, как в Австралии, так, к сожалению, в Новой Зеландии, да и вообще по всему миру, мне кажется, увеличивается. Поэтому забор был бы не лишним, хотя бы декоративный сделать забор или еще что-то. Но, как вы видите, вот нигде нету, вот здесь стоит забор, а то потому что это угловой дом, и это у него задний двор, так скажем, поэтому забор ставится. Забор ставится сзади всегда, задний двор закрыт, есть хотя дома, где люди об этом не думают, однако, вот, пожалуйста, еще один, вот у него перед входом нету забора, да, а вот сзади, пожалуйста, забор стоит, то есть именно задний двор. Это они, конечно же, закрывают, ну что, многих бассейны там, прыгалки, развлекалки для детей и так далее и тому подобное. Следующая проблема, по моему мнению, как строителя вообще и так как человека, который знает, что такое пожары, что такие вещи происходят, это расстояние между домами. Застройка идет полностью бесконтрольная в этом плане, то есть вот между домами, вы сами видите, расстояние там в районе полутора метров, а есть еще меньше, есть вообще стенка в стенку и в случае любого пожара, естественно, перебросится огонь на другой дом. Почему здесь это не регулируется, почему здесь к этому, ну, на это никто не смотрит, я не могу понять. Ну, вот так вот засраивают. В Новой Зеландии, кстати, дела с этим обстоят абсолютно точно так же. Никто об этом не задумывается. Вот это, я считаю, огромнейший минус и такого быть не должно. Ну, и еще вдобавок к этому, помимо пожара, да, если что-то произойдет, просто дискомфорт. Например, у нас, у соседа, у него вытяжка идет прям напротив, я имею в виду кухонная вытяжка, идет напротив прям окон, где спальни. И поэтому, если человек готовит, ты должен идти и закрыть у себя окна в спальне, иначе все запахи переходят к тебе, потому что вытяжка выдавая туда. Понятно, то есть можно сделать вытяжку, вывести трубу наверх, этого не будет, однако, ну, кто это за чей счет будет делать? Столько за твой, да, мешает тебе. Если бы дома были бы подальше, то проблемы такой бы не возникало. Также часто спрашивают по поводу шума. Вот, вот так близко дома, шум... Ну, если соседи шумные, я вам так скажу, неважно, у вас будет 20 метров между домами или 2 метра между домами, шум все равно будет доходить, как ни крутите. Так что это больше человеческие факторы, зависит от ваших соседей. У нас проблем с соседними, слава богу, ни с кем нет, вот только это единственное, плюс соседи, они представители Индии, да, и запахи, естественно, сами понимаете, карри, чеснок и так далее, каждый, плюс они готовят каждый день. Это, конечно, минус. Но мы уже как-то привыкли, во время в определенное, мы знаем, когда они готовят, пришли, окна закрыли, и потом через 2 часа приходишь, окна открываешь, все в порядке, как бы. Ну, к этому, ко всему можно привыкнуть и приспособиться. Еще одна проблема, очень серьезная, я считаю, проблема, это окна и двери. Я не знаю, по какой причине в Австралии до сих пор не изменили законы, по примеру, Новой Зеландии, хотя, кажется бы, Новой Зеландия вроде бы подальше и позже всех соображает, однако нет. В той же самой Новой Зеландии уже последние 10 или сколько там, даже побольше лет, наверное, есть стандарт, что обязаны во всех новых строениях устанавливать двойные стеклопакеты. Здесь же этого нет, здесь устанавливают все как можно тоньше и корявей. И вот пример, да, то есть вот эти вот окна, толщина у них безумно маленькая, то есть это все вот, вы понимаете, вы посмотрите, вот она вот, я толкнул, она шатается. А мы, кстати, видели, помнишь, дома строятся, как поднимают окна? То есть, да, просто вот двойное окно, сослай дверью, ладно, стекло всего одно было, неважно, на второй этаж его забрасывают, подбросили, он один поймал его и вот так поставил. Двойное, там где, это просто, конечно, ужас. Одинарное стекло, да, то есть еще одна большая проблема, это конденсат. То есть, как ни крути, как бы многие не думали, что здесь вечное лето, этого нету, да, и вот зимой сейчас ночью температура опускается до плюс 8 градусов, в помещении, естественно, выше, с утра ты просыпаешься, у тебя частенько бывает, что окна текут. Помимо того, что двойного пакета нету, есть еще одна проблема, о которой я расскажу позже. Ну, неважно, вот эти, хорошо, что они ставят везде москитные сетки, это очень классно, потому что от комаров, потому что здесь комары, пауки и так далее, тому подобное. Эти вот решетки, многие писали, что вот, от бандитов, да, отчасти вы правы, это как бы считается секьюрити дополнительное, но это опять же больше дополнительное секьюрити, чтобы никто руку не засунул в открытое окно и ничего не украл, потому что, вы как сами видите, это вот выдергивается просто в секунду. Естественно, то, что вы там говорите про страховку, на это абсолютно не влияет, потому что вот куча домов без этой вещи, и страховка вряд ли у них дороже, да. Это больше такая вот декоративная вещь, плюс дополнительная как бы безопасность, а-ля, ну, как бы считается, что просто никто не запрыгнет в ваше окно, не возьмет что-то и не убежит. Ну, в принципе, она дополнительно неплохо сетку держит, сетку не прорвешь, да, нечаянно ты там на нее облокотился, еще что-то, разные ситуации бывают. Собака прыгнула, кошка, кстати, еще одна вещь, да, вот такие вот вещи, то есть это не прорвется, в принципе, вещь нормальная, многие считают, как в тюрьме, я не знаю, ребят, вы помните, наверное, 90-е годы или там 2000-е, да и до сих пор на первых этажах очень многих квартир просто устанавливали решетки, вот там вот, как в тюрьме. А это декоративная вещь только там, где открывается окно, поэтому проблемы я в этом не вижу. Плюс такая решетка используется как дополнительная дверь на входе, да, то есть тоже очень удобная вещь, мы вот использовали не раз, лето, жара, если тебе не хочется включать кондиционер, да, да иногда он не сильно и нужен. Ты открываешь дверь сзади дома во двор, выход, открываешь эту дверь, подпираешь, сеточка закрыта, никто к тебе не залезет, не заползет и все, и у тебя сквознячок идет и очень хорошо охлаждается дом. Так что, в принципе, вот это вот я больше даже к плюсу отнесу, но сами по себе вот эти окна, эта дверь деревянная, классная, вроде широкая, но она без резинки полноценной, она снизу вроде бы есть, криво установлена. Огромное количество дверей стеклянные, да, если я видел, просто идешь, стеклянные двери. Короче говоря, я считаю, что двери могли бы делать и более качественные. Ну, опять же, если мы не будем заострять внимание на заказе, да, то есть заказывают, естественно, самое базовое, как я уже говорил, да, то есть для себя вы можете заказать, конечно же, хорошую, качественную установку, и двойные стеклопакеты здесь есть, и толща алюминий есть, все есть. Однако я вам говорю про дома стандартные, которые строятся для продажи, либо для аренды. Ну, и тут основная проблема еще в огромных щелях, у нас задняя дверь тоже аж протекает периодически. Да, да, задняя дверь течет, вот вроде такая же дверь, но вода просто, когда ветер в эту сторону, просто протекает, то есть вот качество дверей. И ветер гуляет. Ну, ветер гуляет, да, поддувает, то есть вот, пожалуйста. Для меня еще одна большая проблема и огромный минус в Австралии – бойлер, который находится почему-то на улице. Никто, наверное, не хочет там занимать место или дополнительно достраивать для него шкафчик, однако, по нашему опыту, живя в Новой Зеландии, когда он находится внутри помещения, в доме, это намного-намного лучше. Во-первых, нет у вас вот таких вот вещей. Этому бойлеру всего около двух-двух с половиной лет. Дом довольно-таки новый. Все начинает уже, вы видите, ржаветь, подтекать везде и так далее. Это первый минус. Второй, то есть долговечность, да, насколько долго у нас простоит. Вторая вещь, второй минус – то, что он не выполняет дополнительную функцию. Просто вот эта вот потеря тепла, она уходит здесь. Когда у нас в отдельном кабинетике, в отдельном шкафчике стоял бойлер, и стоит бойлер, да, там, в Новой Зеландии, безумно удобная вещь. Ты хочешь что-то просушить, то есть повесить вешалки, у меня там висит палочка, ты повесил вешалки, намного быстрее сохнет одежда. Да, обувь и так далее, и тому подобное. Плюс люди, у кого есть свой садик, кто любит там посушить траву какую-то. Я имею в виду траву в виде там не то, что вы подумали, да, а специи какие-то. То есть базилик, орегано, розмарин и так далее, и тому подобное. Это все можно использовать, да. Плюс, не знаю, яблоки, что угодно. То есть это теплый шкаф, да. Еще один лайфхак для тех, кто делает кефир и живет в Новой Зеландии и смотрит нас оттуда. Это так, отвлекусь чуть-чуть. Мы, когда делали кефир, чтобы он быстрее свернулся, чтобы быстрее процесс пошел, зимой в основном ставили его в теплый шкаф на ночь, да. И все, и с утра все получалось классно, потому что все-таки прохладно дома. Следующий недостаток, как я считаю, это высота потолков, конечно же. Я имею в виду стандартизация высоты потолков. Эта болезнь не только в Австралии, она и в Новой Зеландии тоже присутствует. Стандарт сделали 2,4, который я вот могу рукой дотянуться. Конечно же, он сдавливает, да. И я считаю, что стандарт поменять могли бы без проблем. Хотя бы даже 100 миллиметров они уже очень много дают визуально. И физически ты чувствуешь намного себя комфортнее и шире. Конечно же, если вы заказываете дома. Кстати, это как в бонус пишется везде, если вы покупаете дом от застройщика, либо собираете застраивать. Они очень любят писать. Высота потолков 25,00, да. 2,5 метра. То есть, вот как-то так, да. И 2,4, я считаю, действительно очень низко. В Новой Зеландии у нас такая проблема была. И здесь вот мы арендуем то же самое. Я не против 2,4, чтобы был в ванной. В ванной действительно не нужен высокий потолок. И в принципе, мы когда строили еще в Новой Зеландии квартиры, так и было. В основном ванная, кухня. То есть, я имею в виду кухня, где именно готовишь. Делали 2,4. Все остальные же места, тем более зал делали, вообще 2,7 по 3 метра, то есть, можно сделать. Почему бы и нет. Тем более, здесь место довольно-таки можно спокойно вот эти 100 миллиметров нарастить и 25,00 сделать. Ну, вот это такой минус. Дальше сразу же перейдем к утеплению. А точнее, даже больше не к утеплению, а к изоляции. Я имею в виду звуковой изоляции. Потому что, в принципе, утепление во всех новых домах присутствует. Его устанавливают. Опять же, рейтинг этого утепления какой-то. Насколько оно хорошее. И насколько оно плотное. Потому что ставят самое базовое, которое, ну, позволено. Вот и все. Это тоже, я считаю, нужно ужесточать правила. С другой стороны, если у тебя дырявые окна, то какая тебе разница на утепление? Основной голод приходит отсюда. Вначале надо проблемы с окнами решить, потом уже к утеплению. Ну, по поводу межкомнатной изоляции, конечно же, в базовых домах никто туда ничего не запихивает. То есть, у тебя стенка деревянная, либо железная. С одной стороны, десятка, скорее всего, регипс. Либо 13 миллиметров, что огромные роли не сыграет. И с другой, один лист. Все. То есть, в принципе, внутри пустота. Ты здесь разговариваешь, все там, что происходит, да, вот, слышно, что там пусто, просто ничего нет. И это не может не огорчать, потому что, ну, элементарно, извините меня, в туалет даже сходить, все слышно на весь дом. Грубо говоря, да? Ну, ничего хорошего в этом нет. Я считаю, это огромный-огромный минус. Тоже нужно менять какие-то правила, потому что оно должно быть. Следующий минус, с которым мы столкнулись здесь, конечно же, это циркуляция воздуха в доме. Именно в зимний период. Летом, без проблем, у тебя окна открыты, и вечером можно, и ночью окна держать открытыми, как бы циркуляция воздуха есть. Но зимой, когда прохладно на улице, и все закрываются в домике, да, то есть, начинается проблема, как я уже сказал, в первую очередь, конденсат, да, потому что воздух не циркулирует ни в комнатах, нигде. И вторая же проблема, свежий воздух, да, еще одна вещь. Вот в Новой Зеландии очень классная вещь, распространена система вентиляции, да. Много брендов, там, DVS, HRV и так далее. Есть самопальные, ты сам можешь делать, купить там в магазине, типа, Баннингстель, там, еще какой-то, да, и установить сам. Система-то простая. Стоит коробка с фильтрами, да, с вентилятором, да, моторчиком и все. И тепловые датчики, там, наверху у тебя стоит и внизу. И вытяжки вот такого типа, но это кондиционер, опять же. То есть, это не вентиляция, просто кондиционер. Так вот, и все, у тебя гонится с крыши либо теплый, либо холодный воздух, в зависимости от времени суток, да. Плюс, он работает круглые сутки, да, и на 5%, даже ночью, когда прохладно, он работает на 5%, но он гонит воздух, циркулирует. И, соответственно, это очень помогает. Вот, я считаю, что... А этих систем я поискал, в принципе, если очень постараться найти, можно. Но это настолько не распространено, и я считаю, что как стандарт должно везде устанавливаться. Вот это мое мнение. И, опять же, еще раз к вентиляции, туалеты и ванны. То есть, здесь, так же, как и в Новой Зеландии, считается, что если у тебя окно есть в туалете и в ванной, да, то необходимости устанавливать вентилятор, вытяжку, я имею в виду, нет смысла. Это, опять же, неправильно. Летом, не спорю, можно приоткрыть окошечко и спокойно идти в душ, либо заниматься своими делами, да. Но зимой, вечером, ты идешь в душ, каким макаром ты будешь еще окно открывать, если там и так дубак? Ребята, это чушь полная. Вентиляция должна быть и в туалетах, и в ваннах везде, вне зависимости, есть окошко или нет. Вот это еще один минус. Теперь, опять же, сейчас сразу оговорюсь, это в нашем понимании минус. Потому что некоторые могут сказать, какой же это минус, это плюс. Я не спорю у каждого свои вкусы, у каждого свои понятия. Однако для нас, когда мы прожили столько лет в Новой Зеландии и дом перестраивали, да, под себя, и чувствовали и так, и так, и так, как нам лучше. Я сейчас буду говорить про пол, причем не про женский и мужской, а про, по которому мы ходим, да. Так вот, Ковролин, по моему мнению, это абсолютно ненужная вещь. Да, комфортно зимой, босичком можно походить, никто не спорит, вроде бы классно. Но то количество мусора, то количество пыли, то количество жучков, паучков и других этих братьев наших меньших, которые под ним скрываются, плодятся, размножаются и комфортно себя чувствуют, это ужас. Я когда в Новой Зеландии снимал Ковролин, довольно-таки не старый, я просто обалдел, когда я менял его на пол, ламинат просто вложил, да. И никто меня не переубедит, вы хоть какие, рак-докторы и так далее, всякие эти пылесосы, шмылесосы заказывайте моющий, вы не вымоете оттуда полноценно весь мусор. Плюс Ковролин содержит огромное количество клея. Не забывайте, каждый раз вы моете, частички этого клея все равно вымываются, как бы ты ни крутил. Вот и все, потому что он весь склеенный, грубо говоря. Вот есть, конечно же, экологические ковролины, но это уже отдельная тема, это отдельный разговор. Я говорю про конкретный, базовый, стандартный ковролин, который вложат самый дешевый во всех домах. В домах таких типовых, стандартных, в основном ковролины во всех спальнях находятся, в принципе, и все. Но спальня это там, где ты спишь, там, где ты постоянно дышишь всю ночь, да, и так далее. То есть дети играются на полу. По моему мнению, положи ты ламинат или линолиум даже. Сейчас очень классный, толстый линолиум, качественный есть. Я считаю, что это намного лучше. Дерево, ну, это уже, извините, конечно, подороже будет. Но в любом случае, ламинат не настолько будет дороже, однако, если он положен нормально, или линолиум. Хочешь мягенько, тепленько, пожалуйста, ковер. Ковров огромное количество, от икеевских недорогих, да, до персидских супердорогих. Покупается коврик, стелется на пол, ребенок играется тепленько, хорошо. Лето наступает, жара, Австралия, ты его свернул, убрал в мешок, убрал в гараж. Все, у тебя прохлада на полу. Еще одна немаловажная вещь, это плитка. Вот переходим постепенно к плитке. Здесь очень популярна плитка. В основном это коридор, зал, кухня и так далее. Все вместе, да, то есть они стелят плитку везде. Я не знаю по какой причине, зачем им это надо. Почему, возможно это веяние Италии, потому что, насколько я знаю, в Италии очень многие используют плитку на полу, потому что жарко вроде бы кажется, она охлаждает. Я не спорю. Однако, тот же самый ламинат, тот же самый линолиум, который сейчас новый, толстый, да и есть другие виды, там stone base flooring и так далее. Огромное количество сейчас видов есть, которые намного эффективнее и лучше. То есть он также отдает тебе холод летом, да, но в то же время зимой он не отдает тебе холод, да, он более теплый. Это во-первых. Во-вторых, кухня здесь, дети, если тем более у вас есть. Любая стеклянная вещица падает на пол, вот на этот вот все, вдребезги, моментально. Плюс, если вы разобьете плитку, это не такая уж и приятная вещь. А если у вас, вот у нас в Зеландии там лежал именно каменный основы пол, хотя я там камни не видел, но он называется stone base, да, и с ним проблем нету. Любая стеклянная штука падала не разбивалась. Еще одна вещь. Нож, если упал, здесь трещина пошла. Там просто небольшая вмятина, которую даже не видно. То есть, вот это, я считаю, плитка, плюс уход за этой вещью, это ужас. Все швы, а тем более здесь вообще кто-то умный был, либо на какой-то распродаже купил белую последнюю, либо еще что. Но за ней ухаживать ужасно. Вот эти все вещи кто-то здесь дозамазывал уже. Это же надо сидеть, тереть, оттирать постоянно. Швы. Но и тереть, в основном, по всему дому. Да, она темнеет тоже. То есть, очень много мороки с ней. Я не вижу в этом смысла, я считаю, что это минус. Необходимо как-то пересматривать и делать для своего комфорта что-то. И еще хотелось бы дать несколько советов тем, кто приезжает и начинает искать дома, не только для съема, но и для покупки. Если вы идете выбирать дом для аренды. Я понимаю, что сейчас такая сложная ситуация на рынке недвижимости в плане аренды, что надо, грубо говоря, хватать то, что есть. Однако, если у вас есть возможность посмотреть, подумать, обязательно обратите внимание на несколько вещей. В первую очередь, запах. Если вы чувствуете хоть чуть-чуть запах плесени, будьте уверены, что с этим вы столкнетесь и не один раз. То есть, это надо срочно же проверить. Если вы покупаете дом, тут еще есть возможность как-то от этого избавиться, опять же, вкладывая деньги в ремонт, да, и в обустройство дома, да. То есть, какие-то дополнительные плюшки, включая в него. Но если же вы арендуете, будьте готовы к тому, что это может произойти зимой, не очень приятно будет, да. Если есть запах плесени, значит, это откуда-то. Значит, не проветривается помещение, значит, проблема с ковролином, проблема с протеканием каким-то есть, где-то течь или еще что-то. То есть, очень-очень нехорошая вещь. То есть, это обязательно первое, на что надо обращать внимание. Потому что плесень – это очень плохая вещь, астма, другие заболевания, то есть, а если у вас есть дети, так вообще об этом даже лучше не говорить, честно говоря. Это такая тема очень неприятная, поэтому это вот один лайфхак такой, да. Что касательно наводнений, пожаров. С пожарами немножечко, наверное, сложнее, хотя, опять же, если у вас рядом с домом нету большой растительности, в принципе, проблем не должно возникать. По поводу наводнений, многие спрашивают, а как, где, чего. Огромное количество в интернете интерактивных карт, причем и государственных есть, и частных создают, да. То есть, карты вы можете посмотреть просто свой адрес и вбить, или где вы хотите покупать или арендовать, и он вам покажет, было ли там какие-то подтопления были или нет. В зоне риска это место или нет. То есть, еще одна вещь немаловажная, которую нужно проверить перед тем, как вы хотите вселиться в какое-то место, где вы будете долгое время жить. Я не говорю про, там, 2-3 месяца. На это, конечно, сильно не надо обращать внимания. Но, если вы планируете там жить какое-то время, год, полтора, два, либо всю свою жизнь, то, конечно же, на это надо обратить внимание. Сейчас, в новых районах, слава богу, это поняли, начали как-то с этим бороться. Стали все дома строить на такой подушке, то есть, есть увеличение, даже если происходит наводнение, вода остается на дороге, если, конечно же, там на 10 метров не поднимется. Но вот такая вещь, на которую стоит обратить внимание еще. Еще очень многие переживают из-за того, что живность может залезть к вам в дом. Да, это правда, такие случаи не редкость. И поэтому вот те дверки, которые мы говорили, с железочкой, неважно, вот она, видите, вот говорят, она защищать от кого-то может. Ни от кого она не защитит. Кроме как от питона, от другой змеюки и так далее и тому подобное. Вот от них как раз-таки очень хорошо эта дверка защищает. Если вы выходите, снимаете или вешаете белье, две минуты, неважно, не забудьте эту дверку закрыть. Это очень важно, не оставляйте ее открытой. Ребята, эти две минуты могут стать для вас, извините, роковыми для некоторых, да. Обязательно закрывайте дверь. Мусорные баки, закрывайте. Если вы ищете арендовать дом, и у вас прямо возле дома много растительности, будьте уверены, вы, возможно, столкнетесь с тем же самым питоном. Хотя это не страшная самая змеюка. Она вас не кусает, но наоборот помогает в виде ловли крыс, мышей и так далее вокруг дома. Компостные ямы. Еще одна вещь. Это еще одна вещь, где появляются крысы и мыши, а, соответственно, за ними приползают и змеи. То есть, так что, если вы арендуете дом, старайтесь смотреть, чтобы не было у вас там зарослей укропа, грубо говоря, сзади дома, да. Чтобы у вас было чистенько убрано и так далее. То есть, соответственно, чем меньше доступной еды для грызунов, тем меньше шансов, что у вас появится какая-то змеюка во дворе, да. И вот такие вот базовые вещи, на них нужно смотреть и обращать внимание. Опять же, вроде бы хотелось бы, чтобы растительность была. Если небольшая растительность, ничего страшного, но если вы где-то работаете в огороде, что-то делаете, да, копаетесь, любите это, обязательно проверяйте место перед тем, как вы садитесь. Не один раз мне уже коллеги на работе рассказывали, когда они собрались прополоть что-то травку, очень мило спят гады, да, вокруг свернутые колоколочком и им комфорта там. То есть, если вы их потревожите, сами понимаете, что может произойти. Так что вот такие вот элементарные вещи могут вам помочь в будущем. Я надеюсь, что это видео было информативным. Спасибо, что досмотрели до конца. Я с вами прощаюсь. Пишите свои комментарии, если вдруг мы на какой-то вопрос не ответили, мы постараемся это сделать. А на сегодня у нас все. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok